Это невероятная история. Здесь, в труднодоступном и, в общем-то, безлюдном районе Якутии, в сердце Верхоянских гор, я встретила людей. Вот Ирина! Красавица! Ирина и Василий живут здесь постоянно, душа в душу, вот уже 27 лет. Мы с Васей идем смотреть сети на озеро. Василий родился в здешних краях, в поселке Джиргалах. Мама его якутка, отец Ивен. Так получилось, что в два года после травмы мальчик стал глухонемым. Его воспитывала строгая бабушка, оленеводка. И, конечно же, тайга. Олени, кочевки, нарты, мороз. Суровый труд, суровая жизнь на природе. Тундра, горы. И только когда Васе исполнилось 11 лет, как-то спохватились, что мальчик еще не ходил в школу. Так Вася из тайги снова попал в поселок. Таково же ему было там страшно и непривычно. Но постепенно он освоил и при бундрости русского языка, и более-менее выучился. И поехал дальше на учебу в техникум в Санкт-Петербург. Тут-то они встретились с Ириной, которая случайно в тот момент гостила там у сестры. А, Харлиус, ага. Молодые люди нашли друг друга. Скоро будет 31-е годовщина их свадьбы. А здесь одежда хранится, и здесь и банька, чтобы собаки не погрызли. Ирина родом из-под Тулы, но не побоялась поехать за любимым в далекую якутскую тайгу. Сначала три года они жили в поселке, но потом переехали в более привычную для Василия обстановку – тайгу. Ирина все своими руками вот это вот шила. Научилась шить меховую одежду. Живо. Такая избушка. Даже телевизор есть, сейчас он правда не работает что-то. Своими руками, да? Ирина обучала Василию языку глухонемых, делилась всеми своими культурными и научными знаниями. А Василий научил свою супругу премудростям таежного быта. Так Ирина, простая девушка из среднерусской полосы, стала опытной кочевой жительницей Заполярья. Вот это все инструменты для выделки шкур. Ага, в косе зубчики сделали. Угу, да. Выделка шкуры, чтобы она стала мягкая, долго хранилась – это трудоемкий процесс. Шкуру замачивают, потом все надо вычистить, натереть шкуры древесной трухой. Для выделки здесь используют труху лиственницы. А вот сюда просто можно камень вставлять и тоже выделывать. Вот такие здесь самодельные хлеба. Печка. Вот здесь эти хлеба и пекутся. Пять штук улезают. Можно сказать, что живут Ирина с Васей в раю, в настоящем раю. Раньше у Ирины и Василия было свое стадо, хоть и небольшое, но требовавшее усилий для содержания. Теперь они отказались от оленей с возрастом, стало труднее ухаживать за ними. Вот у меня хозяйство сверху. Раньше олени были здесь в загородке. А, лошади там пасутся. Ага. Вася с Ириной уже на пенсии. На севере ее получают раньше. Охота, рыбалка, запас самых необходимых продуктов без излишеств обеспечивают их вполне безбедное существование здесь на природе. А, на оленя привозили, да? Ага. Ага. Вот эти бревна для избы. С металлом и деревом. Раньше, когда Ирина с Васей были помоложе, они несколько раз совершали длинные и длительные по времени переходы. Вдвоем кочевали на оленях, на нартах, в гости к Васиной маме, в Тикси. Это больше тысячи километров без дорог по заснеженной тайге и тундре. Сколько приключений было на пути. Это тянет за бураном, да. Ага. Вот эти маленькие, это олень, олень везет, а большие это буран. Да, большие, тяжелые. Ирина проводит мне экскурсию по участку. Вот там вода, а это гараж. Гараж, там бураны. Ооо, вот оно чудо техники современной. Бураны. Вот такой гараж. Связь с внешним миром тут только лошади да бураны. До поселка 160 километров, по долинам и горам, через перевалы. Раз в два года Василий с Ириной делают запас продовольствия. Это целое дело. Покупают и везут продукты из Якутска. Так намного дешевле, чем в маленьких якутских поселках, куда продукты в магазины доставляют авиацией. Снаряжают маленький караван из буранов, везут 800 литров топлива. Несколько мешков муки, сахара, сливочное масло в коробках. И ты умеешь водить? А, вот на этом? Ага, вот на этом буране ездишь. Ага, понятно. Здорово. Ооо, класс! Ага. Этим буран Вася управляет. Когда холодно, чтобы завести, надо топить печку. Обито шкурами для тепла все. И здесь вон тоже шкурами проконопачены. Старая избушка стояла прямо на берегу озера. Но там, как не топили, зимой она продувалась на ветрах. Новую избу построили уже здесь, поглубже в лесу. А потом срубили несколько хозяйственных построек. Олень. Спать здесь? Ага. Олень. А спать! Ага. Это постели. Зимние постели. Да, спать на них. Вот так спокойно и живут на природе Ирина с Васей здоровой жизни предков. Какие пушистые. Милые. События неожиданным образом разворачиваются. Мы едем на озеро. Этот конь хороший конь. Хороший конь. Вот мы едем. Мой дикий. Федор меня на... Мустанг. Ага. Мустанг дикий. Ну вот и я еду на коне. Пока сам он идет. Кофе. Его зовут Кофе. Ой, испугался. Да не бойся. Федор, ближайший сосед Ирины и Васи. Он тоже постоянно живет тут, в тайге. У него есть рация. Правда, сейчас она сломалась. Еще в здешних местах кочует оленевод Туян. Только у него есть спутниковый телефон. По следам мы определили, что Туян недавно прокачевал в сторону озера Лобалах. И Федор предложил мне поехать туда. Здорово как ехать. Это не то что идти. Это вообще... Это такой класс. А? Я и хотела поймать большого гольца. А заодно ведь можно будет позвонить. Я уже три недели как не выходила на связь с родственниками. Красота. Вот она. И мы тут... А это... Как его? Она это... Записывает же, да? Конечно. А это голос записывает, да? Записывает. А как? А, тогда с песней поедем. Можно. Горы для... Эх! Эта песня называется... Дискоянские горы. Горы для рек – преграда, для ветра, горы – ограда. Облака отдыхают гора, а для горца – горы – родная земля. Федор – это тоже удивительный человек. Работал в речном флоте механиком. Потом пожарным. У него 77 прыжков с парашютом на горящую тайгу. Работал и оленеводом. Здесь он знает все окрестности. Кочевал тут раньше со стадом. А теперь Федор неожиданно для себя недавно стал поэтом. Он уже написал 7 песен. Вот это избушка Федора. Его называют русский Федя. Хотя он по национальности и вен местный. Он просто 4 лет воспитывался в детдоме. На плохих участках мы сходим с коней и ведем их по воду. Приближаемся к перевалу. Но еще далеко. Еще далеко. Здесь тундра уже. Сейчас начнутся одни камни. Появенский нергин. Одни камни. Кони здесь не подкованные. А их опасно подковывать. Морозы здесь большие. И может копыта отморозить. Еще круче. Ничего. Залезем. А вон тропа. Пойдем. Пойдем. Пойдем по тормозам. Пошли. Надо. Кокослика таскать. Идем. Давай. Выходим на перевал. Зато твой по тормозам не дает. Ага. Мойдет. Эти кони родные братья. Им уже 20 и 23 года. Вон оно озеро. Улыбала. Показалось. Вот оно озеро. Вот мы подъезжаем. Подъезжаем к дому оленеводов. Хозяин оленевод Туян ушел искать отбившихся оленей. Мы будем ждать его до вечера. Вот хозяйка этого дома Октябрина. Угу. Нас угощают. Вот спасибо. Вот это да. Как мне повезло попробовать медвежатину. Это медведь. Я вот честное слово первый раз ем. У меня зуб как всегда. А вы давно здесь кочуете? Давно. Уже сколько лет я тут? Шесть лет. Шестой. Пятый. Пятый год. Первый заброс. Не знаю что будет. Тот глубоко. Сейчас попробую чтобы блесна ближе к нну пошла. Тот глубоко. Не хочет на камеру. На озеро Лобылах легко попасть только на вертолете. В принципе каждый год сюда устраиваются туры рыбаков. Как рассказали нам оленеводы. Прилетают рыбаки. Живут какое-то время. Ловят здесь гольцов. Потом их забирают обратно на вертолете. Поправляем седло мне. В этот день мы припозднились и вернулись домой на озеро только в полной темноте. С утра мы идем на озеро Кимпиче. Тоже. Здесь Вася ставит все эти. О! О! Это большой галец. По нынешним меркам здешних мест. А я не знала, что сырое можно. Точно. В речке прям рыба видна. Вон там кони пасутся. Три. Васины. Два. Фиберы. Вежним коням заготавливать корм не нужно. На вольном выпасе весь год. Вот какая тут красивая. Ой, мать. Вот и заканчивается мой отдых у гостеприимных. Хозяев. Хорошо, что ты с маршрута не сошла, да? Вот Вася и Ирина меня провожают. Ха-ха-ха. У него прям вроде бы криво. Это чистая эти сиденья. Я думала возвращаться иным путем по распадку Мичена. Но Федор отговорил меня. В узком ущелье там много глубоких бродов. Так что придется идти обратно тем же каньоном по известному пути. Их, прощайте. Высокогорные озера. Здесь недалеко от места перевала. Федор по традиции оставляет приношение духу охоты. Мы увидели баранов еще с собакой гонят. А мяса-то у нас нету. Запас нужен. Хоть бы не промазать. Сейчас. Должно повезти. В полность пойдет. Должны, должны. Не торопясь, не торопясь. Ага. Где-то там на скалах они были. Видели извлеката. Ага. Он его хорошо держит. Ох. Пока выводим туда. Так. Еще надо. Ох. Вниз даже идет. Хорошо же стоит. Сердце, да. Ааа. Молодец. Хорошо, да. Папа. Тузовка. Вот такими патронами. Легенькими. Даже. Даже медведя таким убили. Да. Медведи. Я в прошлом году медведей устрелил. Угу. Надо же. Можно с одного раза еще? Между прочим. С одного раза. С одного раза. Да. Ничего себе. Под ухо, да? Под ухо. Не под ухо, а так. Ну, под ухо можно сказать. Ага. Это, ну, короче. Как боксер ударяет в этот... Нокдаун отправляет, то вот в это место стрелять надо. Понятно. Федор проводил меня, да. Это последняя зона леса. Вот здесь вот мы ночевали под лиственницами. А вот последняя уже осень. Вот здесь. С утра Федор уже коней поймал. И сейчас отправится в обратный путь. А я пойду на перевал. Обратно к своей лодке. ПЕСНЯ 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 Счастливо, Федя, удачи, спасибо, удачи